В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В четвертой школе подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией. В учебном заведении проведена дезинфекция. События которого ждали. На территории автозаправочной станции ННК открыли новый современный павильон с мини-маркетом и кафе. В средних специальных учебных заведениях Наринмара завершилась приемная кампания. Какие направления пользуются большой популярностью, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В регионе выявлены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен у жителя Наринмара, контактировавшего с ранее выявленным пациентом, и у иногороднего жителя, который прилетел в Ненецкий округ на работу и перед отправкой на одно из нефтяных месторождений проходил обязательную двухнедельную обсервацию. Так, за минувшие сутки в регионе выздоровел один пациент. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Таким образом, в Ненецком округе с начала пандемии зарегистрировано 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 311 человек полностью излечились от заболевания. Три скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечения получает 10 человек. Отдельно отмечу, что два случая заболевания коронавирусной инфекции выявлены и подтверждены у учителей четвертой школы. Об этом в ходе еженедельной губернаторской планерки доложила вице-губернатор Наталья Сидорова. По четвертой школе. Здесь на основании предписания Роспотребнадзора сегодня в первой половине дня были проведены санитарно-профилактические мероприятия в связи с тем, что у двух учителей диагностировали COVID. На сегодняшний момент круг определен, взяты пробы. Мы сейчас ждем результатов от Роспотребнадзора и на основании этих результатов, соответственно, с Роспотребнадзором будем понимать об организации учебного процесса в данной школе. То есть к вечеру информация будет, я вам отдельно доложу. Да, уважаемые коллеги, здесь никакой паники не должно быть. Мы должны понимать следующее, что именно учителя представляют собой группу риска в школах. Дети, как правило, могут быть носителями, но они не болеют тяжело. А взрослые люди болеют по-другому совсем. Поэтому именно учителя, они могут представлять вот эту группу риска. И нам очень важно не только детей защитить, но и учителей. Более актуальную информацию по ситуации с 4-й школой мы сообщим в 12-часовом выпуске новостей 16 сентября. Представлять интересы Ненецкого округа в Верхней палате Федерального собрания будет Денис Гусев. Соответствующее решение принято губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Денис Гусев родился 26 декабря 1976 года в Архангельске. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности историк. В 2014 году Северный Арктический федеральный университет по специальности инженер. С 2000 года по октябрь 2019 года работал в компании «Лукойл» в Наринмаре. В 2012 году был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва. В сентябре 2013 года депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва. В сентябре 2019 избран депутатом Совета депутатов города Наринмара. А в октябре 2019 председателем городского совета Наринмара. В 2004 году учредил федерацию бокса Ненецкого округа и руководил ей до 2019 года. Женат, имеет троих детей. Событие, которое ждали. В окружной столице на территории автозаправочной станции Ненецкой нефтяной компании открыли новый современный павильон, где разместились мини-маркет и кафе. Теперь это единственная автозаправочная станция в Наринмаре, которая отвечает современным запросам автомобилистов. Автозаправочная станция акционерного общества Ненецкая нефтяная компания, где всем автомобилистам предлагают только качественное топливо, расположена на самой оживленной улице города, улице юбилейной, связывающей центр Наринмара с поселком искателей. Территория станции образцово-показательная, отличается особой частотой. А теперь здесь для удобства автомобилистов появился и мини-маркет с кафе. Открыли новый павильон в торжественной обстановке. Событие как для Ненецкой нефтяной компании, так и для клиентов ЭЗС действительно радостное. Сегодня у нас радостное событие. Не только у нас, но и у жителей всего Ненецкого автономного округа. Впервые в городе Наринмар появилась заправка премиум-класса. Именно такую концепцию мы выбрали для своего развития. И в дальнейшем все наши заправки станут заправками именно такого вот высокого класса, где будет фастфуд, где будет кофе, где будет мини-маркет, где можно будет купить товары в дорогу, где будет качественный сервис. Ну и, конечно, самое лучшее в городе топливо, несомненно, у нас. От идеи до ее воплощения. Коллектив Ненецкой нефтяной компании к новому проекту отнесся не только ответственно, но и, как говорят сами сотрудники, с душой. Пришлось выполнить много, конечно, задач, в том числе и с перевозкой оборудования, и успеть сроки навигации все завести, смонтировать. Поэтому, да, душой болел полностью. Проект реализован. Теперь АЗС отвечает современным запросам автомобилистов. Получили новый павильон. Теперь мы, помимо того, что реализуем качественное топливо, есть дополнительный ряд опций. Можно купить вкусно-ароматный кофе, перекусить, выполнить какие-то покупки. Комфортные условия Ненецкая нефтяная компания создала и для сотрудников автозаправочной станции. Мне большое впечатление. Мне нравится новая заправка. Нравится обстановка. Теперь буду с большим желанием ходить на работу. Постоянные клиенты автозаправочной станции отзываются о ее сотрудниках всегда положительно и сами довольны новыми комфортными условиями на дороге. Да, мне очень сильно понравилось здесь. Во-первых, это кафе-бар. Тут можно приобрести и как товар для автомобиля, так же, как и заправиться. Можно приобрести и кофе. Попить, есть стульчики посидеть. Можно отдохнуть, дороги. Очень хорошее обслуживание. Постоянно пользуюсь Ненецкой нефтяной компанией. У меня имеется и карточка ННК. Один из первых покупателей и обладателем этой карточки ННК-заправка. Постоянные клиенты АЗС надеются, что на этом развитие сети автозаправочных станций ННК в Ненецком округе не остановится. А Ненецкая нефтяная компания, в свою очередь, планов на перспективу не скрывает. Да, это первая ступенька нашего развития. Сейчас мы начали с обустройства АЗС на улице Юбилейная. Следующим шагом будет обустройство АЗС на улице Авиаторов. Мы также планируем там построить современный комплекс с фастфудом, с горячим кофе, чтобы было удобно приезжать туда и заправляться каждому. Ненецкая нефтяная компания смотрит в будущее с перспективой на развитие. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. В среднеспециальных учебных заведениях Наринмара завершилась приемная компания. В этом году студентами стали более 300 человек. Какие направления пользуются большой популярностью, расскажет Александра Литкова. Кристина Сахарова пять лет назад закончила Череповецкий государственный университет по специальности биолог. В этом году девушка решила немного сменить сферу деятельности и получить профессию медсестры в Наринмарском социально-гуманитарном колледже. Поступая на сестринское дело, я уже имела высшее образование по биологии, то есть я являюсь биологом. И находилась в этой среде, мне нравилось именно заниматься этим. Но в связи с тем, что сейчас происходит в мире и насколько сейчас медики очень необходимы, мне кажется, сестринское дело является первостепенной специальностью. И поэтому я решила продолжить в медицинской среде, чтобы в итоге работать уже больше в медицине, нежели в экологической или биологической сфере. Обучение сестринскому делу длится два года десять месяцев, причем в очном формате. По словам Кристины, это не мешает ей одновременно подрабатывать в поликлинике. Обучение мне здесь очень нравится. Мне нравятся преподаватели, нравится их подход, они очень ответственные. К ним всегда можно обратиться за помощью, если что-то непонятно. Они всегда идут на уступки, так как у нас очень много людей, которые также работают, которые пропускают по каким-то причинам из-за семейных обстоятельств. Они всегда идут на уступки, всегда позволяют исправлять оценки, хотя такого еще у нас не было, конечно, и думаем, что не будет. А так они всегда идут на встречу, нам очень это нравится. Поэтому хорошо, что дружный коллектив, и хорошо, что дружный коллектив преподавательский, и поэтому в такой среде очень хорошо учиться. На направление «Сестринское дело» в этом году поступили учиться 25 человек. В целом на бюджетные места было набрано 100 первокурсников. На «Сестринское дело» был конкурс, примерно 1,8 человек на место. И дальше все группы, три группы на базе девяти классов. Это дошкольное образование. Здесь как раз был конкурс «Два человека на место». Очень много девочек изъявили желание получить эту специальность. Дальше сетевое и системное администрирование тоже на базе девяти классов. 25 человек набраны, 1,5 был конкурс. И еще есть такая специальность у нас – дизайн по отраслям. Здесь 25 мест было. И набрали мы, всю группу закрыли, примерно 1,3 человека на место было. В начале этого года Наринмарский социально-гуманитарный колледж выиграл грант федерального проекта «Молодые профессионалы». Полученные средства были направлены на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Мы подали на создание четырех мастерских по социальной сфере и выиграли этот грант на 10 с лишним миллионах. Миллион чем-то – это было окружное финансирование. Ну и наши внебюджетные средства были добавлены на оснащение мастерских. В летний период мы уже провели большую работу по ремонту этих мастерских. Были законтрактованы все закупки. На сегодняшний день они уже практически все подошли, все закуплено. Проект «Молодые профессионалы» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на повышение качества знаний студентов. Открытие мастерских запланировано на 1 октября. Это оборудование для проведения исследований. Это закуплены микроскопы цифровые. Это, естественно, научные лаборатории, которые идут как раз по нашему направлению. Проведение каких-то исследований, опытов с учениками по каким-то исследовательским проектам. Дальше это интерактивное оборудование, это интерактивная панель, которая подойдет к нам скоро уже. Нинецкое профессиональное училище также обновило материально-техническую базу. Буквально недавно у нас были проведены торги и поступило оборудование, которое мы сейчас запускаем в строй, по программе цифровой образовательной среды. Самые современные ноутбуки, интерактивное оборудование, которое позволит каждому обучающемуся владеть и как компьютерной грамотностью, так и всеми видами предметов. Училище ежегодно выпускает таких востребованных специалистов, как сварщики, повара, машинисты и другие. Всего здесь обучаются более 300 человек. Самый популярный, как всегда, у нас группа автомехаников. На сегодняшний день в эту группу было подано более 70 заявлений, можно сказать, 3 человека на место. Так как мы принимаем, зачисляем, вернее, в группы по конкурсу аттестатов, чем выше средний балл в аттестате, тем есть больше вероятность пройти и поступить. Следующая по популярности направление подготовки – сварщик, а на третьем месте – парикмахер. Я решила пойти на парикмахера, потому что это профессия востребованная, на данный момент хорошо оплачиваемая, и в ней можно продвигаться дальше, можно открыть свое дело. Это специально мне нравится тем, что работа с людьми. Приемная кампания в Ненецком аграрно-экономическом техникуме также прошла успешно. Максимальное количество заявлений было подано на специальность поварское и кондитерское отдела. Еще до начала даты подачи заявлений в адрес учреждения поступало огромное количество звонков от родителей и абитуриентов с просьбой разъяснить информацию, какие специальности мы будем набирать и что для этого необходимо. На сегодняшний день в техникуме обучается 124 первокурсника. Сейчас у ребят проходит период адаптации, потому что все сменили место учебы, а кто приехал в сел, те сменили и место жительства. Поэтому наша задача как образовательная организация создать максимально комфортные условия для обучения наших первокурсников. В этом году техникум впервые набрал группу для обучения специальности правоохранительное дело. В отличие от других специальностей, абитуриенты, поступающие на правоохранительную деятельность, сдавали вступительные испытания. Что входило? Значит, входил бег на дистанцию 100 метров, 1000 метров, подтягивание для юношей и отжимание для девушек. Согласно приказу, были назначены сроки вступительных испытаний, где абитуриенты должны были явиться и сдать нормативы все. Приемная кампания на очное обучение во всех учебных заведениях Наринмара завершилась. Впрочем, до 25 ноября еще можно успеть подать заявление на некоторые специальности за очным обучением. Всю интересующую информацию можно узнать непосредственно в СУЗах. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В путь по селам отправилась упряжка победы. Участники одноименного проекта посетили Каменку, Хангурей и Оксина. Артистов провожала в путь съемочная группа нашего телеканала. Слово Михаилу Веселову. На часах половина восьмого утра, а на Печорском берегу у речного трамвайчика Алексей Калинин, оживленный далеко вокруг, разносятся детские голоса и заливистый смех. Путешественники бодры, полны энергии и с нетерпением ожидают отплытия. А какая же перед ними цель? Наша семейно-родовая община выиграла грант департамента образования, культуры и спорта нашей окружной. Выиграла грант на то, чтобы реализовать свой проект упряжка победы. Мы должны поехать в семь населенных пунктов с концертной программой, встретиться там с ветеранами или с людьми, которые знают своих героев и собрать истории о бойцах Оленой армии. С ненецкого «медокотца» переводится как «маленький чун». Так что не случайно главными участниками проекта стали именно юные артисты из коллектива «Ханико» – этнокультурного центра. Компания им составила локальная группа прославленного ансамбля «Хайар». Девиз этой дружной команды – «Сохраним память вместе». Мы везем концертную программу и, конечно, порадуем жителей сел нашими песнями, танцами. Ну и, конечно, тематически мы заденем, что год наш юбилейный – 75 лет победы. Вот поэтому программа наша посвящена Году памяти и славы. Ребята, хотя им уже и не впервые предстоит выступать перед публикой, все-таки немножко волнуются, особенно девочки. Меня зовут Алина. Учишься? В третьей школе. В третьей школе. Бывала в таких поездках с такими концертами? Да, много раз. Тебе нравится выступать перед людьми в деревнях? Бывает стеснительно, но так хорошо. Мне нравится. Однако же, когда ребята с звонкими голосами исполнили песню, устроив генеральную репетицию на берегу, их волнение внешне ничуть не проявлялось. Храбрые дети на нартах сидят. Пусть некий мороз, им не близок их путь. На нартах они свою песню везут. На бой сидят мягко. Ну вот и спели, и даже немного потанцевали. Пора загружаться на кораблик. И в путь-дорожку по Печорским волнам. Упряжку победы уже ждут в деревнях. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.